Сколько урона наносят волки сельскому хозяйству и частному сектору, не перечесть. Если раньше в Кобяйском улусе они обитали в пределах Верхоянских хребтов, это в наслегах Сибян-Кюэля и Сиген-Кюэль, то теперь они уже нападают на скот в центральных населенных пунктах. Подробнее расскажет Татьяна Владимирова. Нынче волки появились и на территории поселка Сангар. За прошлый год серые хищники напали на лошадей в селах Кокуй, Кобяй, Батамай и на оленей в селе Сибян-Кюль. С начала ушедшего года охотникам было добыто 28 волков, пострадало 1485 оленей и 10 голов лошадей. Уже в этом году напали на двух жеребят. В данное время охотниками убит только один волк. Раньше применялась для добычи авиация, применялись яды, ядохимикаты, и большинство охотников было подготовленных к этому. Сейчас на данный период времени авиация не летает, потому что дорого. Яды запрещены у нас по Российской Федерации. Охотников стало меньше, потому что молодежь не хочет заниматься этим. Созданы четыре бригады волчатников, которые занимаются этим. Управление сельского хозяйства и муниципальное образование Кобяйского улуса для этой цели всем бригадам выделило по 50 тысяч рублей на приобретение ГСМ для технических средств. Как известно, за одного добытого волка охотнику-волчатнику сахаболт выделяет 20 тысяч рублей. Помимо этого, осенью с октября был объявлен конкурс по отбору получателей субсидий на финансовое обеспечение затрат по защите от волков сельскохозяйственных животных. Тогда заявки поступили из Кобяйского и Таинского наслегов. В декабре был объявлен второй конкурс. Поступили заявки от поселка Сангар, Кокуйского и Ламенхинского наслегов. Татьяна Владимирова, НЛК Саха, поселок Сангар.